Когда президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о признании израильского суверенитета над голландскими высотами, присутствовавший на церемонии премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяхо поставил его в один ряд с лордом Бальфором. В 1917 году Артур Бальфор, будучи министром иностранных дел Великобритании, подписал историческую декларацию, первую ласточку создания еврейского государства в Палестине. Однако известно и то, что за жесткое противодействие идеям ирландского самоуправления он получил прозвище «Кровавого Бальфора». Так что Нетаньяхо в дипломатической манере дал Трампу прозвище «Кровавый Трамп». Как мы уже привыкли, армяне сразу же задались вопросом, а почему президент США не подпишет такую же прокламацию о признании суверенитета Армении над Карабахом? Вот ответ координатора евроатлантических исследовательских проектов фонда ОРДИ Эдуарда Абрамяна. Это означает, что создается политическое основание для Армении пересмотреть устаревшую и неэффективную позицию по карабахскому вопросу и перейти к формулировкам такого толка и логики. Попроще можно было сказать и так. Надо быть такими же наглыми. Конечно, наглости у армян не отнимать, чего безусловно не скажешь о военной мощи. Так что оккупация Карабаха – это временное политическое явление. Все вернется на круги своя, и вот тогда начнется эра психологической стагнации армян.